друзья всем привет с вами опять руслан значит и не мы снова поговорим про патроны и сегодня хочу вам показать небольшой ролик про умельцев на руси на самом деле про этого умельца я уже снимал одно видео его зовут александр александр привет он уже прислал мне на обзор распилы гильз на которых мы рассматривали устройство гильзы от разных производителей и вот теперь александр прислал мне вот эти вот гильзы калибра 6 половиной гренделя но как вы поняли из названия эти гильзы сделаны из гильз 308 калибра александр как и я является счастливым обладателем винтовки в калибре 6 плейный грендель и соответственно он как и я в свое время задумался о необходимости замены родных гильз гренделевских на что-нибудь более доступное вот и если все люди кто задумывается об этом идут как бы простым путем ищут гильзы от 72 на 39 их переобжимают александр пошел другим путем он решил сделать эти гильзы из 308 калибра и казалось бы да если положить две эти гильзы рядом это сделать скажем так непросто но нет ничего невозможного для целеустремленного и рукастого человека и здесь мы можем это посмотреть как мы видим на обоих этих гильзах клейма одинаковые и то и то гильза тела и 308 калибра не обращайте внимание что это гильза капсулирован это я уже и капсулировал хочу сделать отстрел как же это все этот процесс происходит сразу скажу этот процесс ну можно так сказать не для простых смертных тут нужно обладать некоторым оборудованием и прямыми руками чем эти гильзы отличаются ну помимо для надо они отличаются диаметром донса проточкой ну и полностью форма техпроцесс у алексея выглядит так сначала он гильзу 308 калибра обрезает потом он и делает проточку на токарном станке донса и проточки извините за тавтологию и потом за один проход уже обжимает в матрице гренделя и собственно получается вот такая вот гренделевская гильза за некоторыми нюансами да нюансы в том что гильза 308 намного толще чем ну точнее стенки этой гильзы намного толще чем стенки у гренделя поэтому это гильза получается достаточно толстостенная и с уменьшенным внутренним объемом в принципе порох сюда все равно должен влезть но может быть его сюда поместится чуть меньше чем в одну гильзу лапуя почему такой подход ну просто потому что 308 гильзы особенно отечественной там лв и они стоят очень дешево их купить их можно там почищенные помытые однострельные за 20 рублей а лапуа например гильзы гренделевский до всех наших событий стоили порядка 150 рублей за штуку и вот эти гильзы можно накупить сколько угодно найти там на стрельбище даже можно бесплатно можно самому настрелять то есть доступность их довольно велика в отличие от того же самого хитрого гренделя поэтому вот если позволяют руки их оборудование умения то вполне себе можно заниматься таким вещами александр прислал мне десяточек таких гильз пять из них на основе гильзы лв и новосибирской и пять из них на основе гильзы ппу тоже 308 калибра я попробую их отстрелять и посмотреть что получилось так также надеюсь что мне получится заснять результат этого отстрела и вам продемонстрировать погнали так друзья снарядила эти патроны и на стрельбище наверняка забуду про это сказать хочу сказать про навеску значит чем эти патроны отличаются от нормальных патронов да то есть гильзи лапуа в гильзу лапуа или вот это у меня ппу влезает 28 грамм с 308 сунара вполне спокойно сюда у меня влезло так чтобы пулю можно было посадить 308 сунара 25 с половиной гранов вот и при этом мы потом посчитали в специальной программке по моему гордон спик релудин в общем что это слишком много для такого маленького объема что может быть передоз и поэтому там максимально нормальный вариант для снаряжения это 23 грана ну я на всякий случай засыпал 22 с половиной до дабы не словить передоз так что скорости здесь будут конечно не очень большие ну попробуем замерить это все хронографом и погнали на стрельбище и посмотрим как это все добро будет работать и того навеска получилась 22 с половиной грана на оба варианта гильз друзья ну что настало время от тестировать эти замечательные патроны в этих замечательных гильзах про которые вам рассказывал пережатые из 308 гильзы грендель ну про навеску про все я вам рассказал поэтому давайте сейчас посмотрим как они летят и оценим да к сожалению у меня нет у нас у нас идет дождь и поэтому я не могу поставить хронограф чтобы скорость замерить так что будем на глазок ориентироваться так мы начнем давайте с гильз ппу и и и и и и и и вижу куда попал по моему вниз は и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Куда я попал, но я вам покажу, мы потом посмотрели, запись покажу вам, там даже небольшая кучка есть. Сейчас будем стрелять теми же самыми гильзами, это вот гильзы из LVE сделанные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опять я не видел, куда я попадал, но надеюсь мы на камере... А, ну вот, наверное, вот она строчка. Мы сейчас туда подойдем и посмотрим. Так, ну что, давайте посмотрим, что мы настреляли. Значит, сразу вам покажу, здесь у меня скучковались три, потому что я стрелял сюда, не увидел, потом начал стрелять сюда, и вот они, походу, их снесло сюда. Что-то у меня не очень пристрелили. Это первая гильза. Ну, в принципе, вот если по этим трем смотреть, то кучка да нормальная, три сантиметра есть. Так, вторая мишень, значит, целился я примерно вот сюда, и оно упало у меня вот так вот. То есть, видим, здесь вообще неплохая такая кучка. Тут вот я не понимаю, три или четыре дырки. Вам, наверное, на камере будет виднее, вы там увидите. И вот один отрывчик. Вот еще вот этот подозрительный, может быть, сюда раскидало. Но в целом, пять сантиметров доработают они. То есть, судя по тому, что по отдаче, по тому, как оно все падает, скорости там были не очень. Ну, понятно, что 22,5 грайны на веске. Скорости были, я думаю, порядка там 700 где-то метров в секунду. К сожалению, померить сегодня не удалось. Но, в целом, конечно же, пережимать гренделевский гильзи 7.62 на 39 намного проще и приятнее. Но вариант по 308 тоже есть. Я никого не призываю так поступать. Просто это прикольно и это реально. А на сегодня все. Всем удачи и пока.